МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. Мы все любим сказки, правильно? Да! Нет, не любим или любим? Любим? Хорошо, хорошо. Кто любит? А кто не любит? Хорошо. Фантастику кто любит? Нормально. Кто любит мечтать о будущем? Все. Так что мы в тренде. Итак, в тренде? В тренде. Итак, когда мы думаем, когда мы читаем сказки, когда мы смотрим фантастику, какие мысли к нам приходят? Будет у нас это или нет? Правильно? Еще какие мысли к вам приходят? А? Так, это мы все увидим. Какие мысли? То, что такое может быть, будет в будущем. Может быть. Представляем то, что мы будем жить именно с этими вещами, которые показывают в фильмах. Хорошо. Итак, как вы считаете? Мы с вами где живем? В городе. Но сегодня мы поговорим, в каком городе будущего хотелось бы жить многим из нас, ну, наверное, многим взрослым. Может быть, это совпадет с вашими мечтами или нет, посмотрим. Итак, что такое городское пространство? Стоп! Внимательно слушаем. Что такое городское пространство? Городское пространство – это, где много домов, именно высоких дорог, всяких магазинов, учреждений для обучения. Спасибо большое. Так, еще. Что такое пространство? Из-за чего вообще появляется город и село? Вот в чем отличие? Это количество людей. Получается, городское пространство – это место, где всегда много людей, народа. Потом очень, как было сказано, много больших зданий многоэтажных, потому что место для жизни всегда нужно. Потом много очень дорог для машин, которые нужны для быстрого передвижения. То есть город – это, можно сказать, мобильное место, где все пытаются улучшить до больших скоростей, увеличить все время. Спасибо. Итак, все-таки, я не совсем с вами согласна, но мы не будем открывать научную дискуссию. Итак, я скажу проще. Городское пространство – это место, где живем мы с вами. Правильно? Мы же с вами в городе живем. Да. В городе живем? Да. В городе живем. Итак, чем характеризуется городское пространство? Вы уже отвечали. Транспортом. Правильно? У нас хороший транспорт. Хороший? Хороший? Так. Городское пространство – первая характеристика. Транспортная система города сравнивается с кровеносной системой города. Итак, у кого есть твоя машина дома? Так. Скажите, на чем лучше ездить? На машине или на общественном транспорте? Машине. Кто за общественный транспорт? У меня поехали. Так. А кто за личный транспорт? Значит, вы в городе будущего жить пока еще не готовы. Потому что город будущего – это, как правило, город без личных машин. Сейчас мы это увидим. Ну вот видите, что такое транспорт? Я сама езжу на машине, поэтому одним из характеристик, плохих характеристик городов являются пробки на дорогах. Часто пробки стояли? Да. Стояли. С родителями стояли, конечно. Все понятно. Скажите, пожалуйста, а вот города, в которых нет пробок, есть такие города? Нет. Есть? Нет. А какой город вы знаете, где нет пробок? Финляндия. Что? Финляндия. Ну, я бы не сказала бы так, что в Финляндии вообще не бывает пробок. Пока не знаете. То есть место, знаете место, где нет пробок транспортно? Иннополис. Иннополис, но Иннополис это не совсем отдельный город, скажем так. Так, хорошо. Давайте следующий слайд. Так, значит, большой город еще чем у нас с вами характеризуется? Вот почему мы хотим отказаться от транспортной системы? Они грязняют воду и воздух. Так. Хорошо. Следующий слайд. Так. Вот это что вам напоминает? Одинаковые дома. Что? Одинаковые дома, так называемая типовая застройка. Это красивая застройка? Нет. Нет? Это красиво, да? Да. Так вам хочется жить так? Нет. Хорошо. Давайте следующий слайд. Так, вот здесь, вы понимаете, мы показываем ряд городов, чтобы сравнить хорошее или плохое пространство. Мы же с вами мечтаем о будущем. Там же должен быть хороший транспорт, правильно? Там должен быть хороший воздух, правильно? Там должны быть места отдыха, парки? Да. А отсутствие парков, это о чем говорит? Что это не совсем хорошо? Это правда, что у нас нету парков. А вы любите гулять в парке? Да. А какой парк вы любите больше всего? Больше всего. Так. Больше всего. Больше всего. Итак, следующее, пожалуйста. Что такое новый урбанизм? Новый урбанизм, ну, скажем так, коротко для вас, это когда городов становится все больше, и города сами становятся все больше. Так вот, новый урбанизм, это когда город увеличивается практически в несколько раз. Особенно это видно помимо Казани, это еще видно по Москве и Санкт-Петербургу. Следующий. Так, а теперь давайте мы с вами посмотрим проекты, новые проекты городов, которые мы стали смотреть уже в нашем городе. Так, давайте следующий. Так, вот принципы новых городов какие? Давайте еще раз повторим. Так, удобная для пешеходов еще. Что-что? Так, чистый воздух еще. Чистая вода, хорошо. Развитая уличная жизнь. Так, еще. Уличная жизнь это что? Так. Так, транспорт хороший должен быть, общественный, наверное, да? Общественный транспорт должен быть, общественный, хороший, не личный. Так, еще что у нас? Чистый воздух, чистая вода, парки, еще что? Итак, так называемый зеленый транспорт. Что такое зеленый транспорт? Как вы считаете? Так, зеленый транспорт это что? Он работает на электричестве. Еще на чем? Зеленый транспорт. На альтернативных видах энергии без выброса. Я правильно понимаю? Зеленый транспорт. Ага. А теперь давайте посмотрим видео, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это беспилотники? Да. Кто хочет ездить на беспилотниках? Хочет. Почему мы показали вам про беспилотников? Беспилотный транспорт это один из транспортов будущего, но я как работник федерального университета не могу не сказать о том, что одним из разработчиков транспорта будущего и вообще работой над беспилотниками занимаются и в Казанском федеральном университете, в частности в институте физики. Если не будете экономистами, то пойдете будете разрабатывать и уже улучшать транспорт будущего. Так, дальше что? Это у нас Арабские Эмираты, по-моему, да? Значит, это вот транспорт будущего в Арабских Эмиратах, но я не хочу сказать, что там это есть, но мы вам показываем то, что хотелось бы увидеть и пока люди видят. А теперь мы покажем вам метро другое. Значит, почему общественный транспорт? Мы говорим об общественном транспорте, то есть беспилотные автомобили, но мы знаем с вами еще разные фильмы, в том числе «Пятый элемент», вот, и там тоже все уже летают, но люди не всегда могут летать, не всегда ездить на беспилотниках. Очень большое внимание уделяется развитию метро. Кто ездит на метро? Ездит на метро. Вот такое метро вам нравится? Да! Скоростное все сделано, так что развитие метро, это вот такое метро, тоже может и должно характеризовать наше будущее. Итак, будущие города мы знаем с хорошим транспортом, но прежде всего они какие? Чистые, да? Экоустойчивые города. Чистые, правильно? Экоустойчивость это у нас что? Самый чистый город. А самый чистый город он какой? А? Зеленый, с большим количеством растений. А теперь вот задам такой вопрос. Все понятно, парки, все. А мусор будет в городе будущего? Да! Ну как не будет? Что, мы мусор не будем выкидывать? Да! Будет. А как мы с мусором будем поступать? Будем перерабатывать. Будем перерабатывать. Наверное, сдавать в разные... Что? Сжигать! Мусором выделяются очень плохие отходы. То есть, тут надо определенные технологии иметь. А вы мусорите часто? Вы убираете за собой? Скажите мне, пожалуйста, а кто вот дома сортирует мусор? Так, в большинстве... А кто не сортирует? Так, понятно. Давайте учиться к будущим, потому что мы постареем, а в этом будущем будете жить вы, и вам точно придется все это делать. Так, что у нас там дальше? Так, это все картинки. Я могу сказать, что этого в реальности мало где есть. Но это то, как ученые представляют наше будущее. Вот. Дома-трансформеры. Как вы думаете, что такое дом-трансформер? Они могут превращаться в лопат или ездить. Нет, но квартира не может ездить. Дом... Квартира не может ездить. Она стоит. Умный дом. Дом с автоматическим освещением, ну, как сейчас бывает. Это умный дом. Это не дом-трансформер. Это умный дом. Когда мы не живем в небольшой площади, которая играет разные функции одновременно, и дом-трансформер, он играет сначала роль квартиры, роль кухни, потом превращается в спальню. Это тоже экология, когда человек занимает маленькое количество площади, к вашему сведению, и он трансформируется. То есть это одновременно и кровать, одновременно и стол, вот это квартиры-трансформеры. Они очень распространены в ряде европейских городов, в том числе в Голландии. И есть дома-трансформеры у нас в Сингапуре и... Иране. Но в Иране где-то есть элементы. В Токио, да, в Токио тоже в Японии есть. Так, вот это вот Варшава, вот трейлер-дом, дом вообще на колесах. Городское пространство – это не только, помимо всего, удобные квартиры, зеленые улицы, пешеходные дорожки. Это пространство там, где человек может отдыхать. В субботу-воскресенье мы с вами выходим и не готовим, не убираемся. У нас с вами умный пылесос-робот, который все убрал, все вымыл. Мы его включаем и уходим с вами отдыхать. Машину у нас уже стирают, машину у нас уже все вымали. Все полы, все окна и всю посуду. А теперь нам хочется вкусно покушать. Не создали еще такую машину, которая великолепно готовит по всем вкусам. Но есть другое, так называемые фудкорты и фудмолы. Вот в Москве одно из простран старого завода превратили в такую галерею еды мира. Кстати, я хочу сказать, что в Казани такая же вещь будет открыта на Баумна. Одно из подземных переходов превратится в фудкорт. И там будет не только Макдональдс, там будет много чего. Все виды кухни. Что? Ну почему же сразу доширак? Доширак это уже так по-студенчески. Надо что-то покрасивее, что-то понаряднее. Давайте дальше. Теперь набережную узнаем? Да. Узнаем. Где находимся? Да. На Кабани, наша набережная Казанки. А вообще, Казань какой город? Красивый. Еще какой? Хороший. Еще какой? Казань еще... Можно? Казань называют еще городом на воде, на озере. Потому что в Казани очень много озер и рек протекает через Казань. Очень хорошо. Отлично. А вы знаете, что Казань вошла в список пяти лучших городов России по городскому пространству? Знаете об этом? Да. Так что нам с вами повезло. У нас очень хорошее пространство. А теперь мы знаем, что мы живем в одном из лучших городов. Я думаю, что не только России, но и Европы точно. Я хотел бы с вами немножечко поиграть. Итак, я буду показывать картинку, а вы мне будете говорить. Это есть или нет? Нет. А почему вы думаете, что нет? Нет. Так. Теперь ответ. Смотрим. Они же существуют. Они же уже... У нас же дроны уже есть. Есть. Конечно. Следующий вопрос. Монорельсовый транспорт у нас есть? Да. Молодцы. Следующие. Так. А межгалактические летательные аппараты? Да. Межгалактические. Не-не-не-не-не. Межгалактические. Которые поки... Нет. Это в Марвеле есть? Это в фантастике есть? Это в фантастике есть. Это в фантастике. Ну, понятно. Это оттуда. Ну, а сейчас это есть? Ну, нет, конечно. Так. Хорошо. А... Нет. Хорошо. А беспилотные автобусы? Да. Да или нет? Да. Да. А летающие яхты? Нет. А какого транспорта еще не существует? Какого транспорта еще не существует? Нет. Какого не существует? Вот эти. Второго? Нет. Третий. Второго? Второй. Второго. Второго. Нет, третий это есть уже. Так. И... Первого? Первого не существует. Так, ребята, мы с вами молодцы. Всем спасибо. Спасибо большое, Нелега Умеровна. Поаплодируем. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»